На повестке дня районного совета депутатов 14 вопросов. Все детально проработаны на депутатской комиссии. В числе первых – внесение изменений в бюджет района на этот год. Они касаются увеличения доходной части на сумму дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов. Итак, доходы, как я уже сказала, увеличатся на 245,8 миллионов рублей, расходы на 376,7 миллиона рублей, и, соответственно, дефицит увеличивается на 138,8 миллиона рублей, источником покрытия, увеличение которого является остатки средств на 1 января 2017 года. Параметры доходной и расходной составляющей бюджета обсуждены на депутатской комиссии по бюджету. На бюджетной комиссии было принято решение, что вносимые изменения, они полностью соответствуют бюджетному кодексу, положению бюджетного процесса средиопосадского муниципального района, и решение было одно – рекомендовать совету принять вносимые изменения. Несколько вопросов повестки дня заседания райсовета касались муниципального жилого фонда. В частности, речь шла о расширении списка граждан, проживающих в служебных помещениях и имеющих право на приватизацию этого жилья. Дополнительно в этот список вошли пенсионеры по старости, инвалиды 1 и 2 групп. В настоящее время администрации предоставлено 35 служебных квартир, 80% из них – врачам и учителям. Учитывая, что данная категория работников является социально ориентированной, дополнение положения условия приватизации жилья после выхода на пенсию по старости позволит сохранить необходимую району профессиональной карты. Ранее депутаты обращались к администрации с инициативой еще раз рассмотреть критерии приватизации служебного жилья, в частности, пересмотреть требования к стажу работы на предприятии тех или иных категорий граждан. Михаил Горбачев, заместитель главы районной администрации, сообщил, что инициатива депутатов учтена, и в ближайшее время будут озвучены поправки в этот документ. Также депутаты утвердили перечень недвижимого имущества, который относится к стадиону «Темп». Спортзалы и оздоровительный комплекс вместе со стадионом «Темп» перейдут из федеральной в муниципальную собственность. Чуть более, чем за час депутаты районного совета рассмотрели все вопросы повестки дня. Юрий Мирошников, Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова